Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. 28-летнего Петропавловца подозревают в серии краш из магазинов. Злоумышленник выходил на ночную охоту, действовал быстро и ловко. Но это не помогло ему остаться нераскрытым. Мужчину задержали. В ближайшие пять лет он, скорее всего, забудет про шоппинг и будет осваивать новую профессию за колючей проволокой. В начале сентября в продуктовом магазине Сэм ночью злоумышленник похитил деньги из кассы. Он пробрался в торговое помещение через окно. Аналогичная кража произошла через две недели в магазине «Мир одежды». Оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 28-летний Петропавловец, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Своей вины он не отрицал. Да, в той же одежде, также в перчатках. Открывал пластиковое окно, заходил, забирал кассу и уходил. По словам задержанного, на местах преступлений он был не больше двух минут. Работал быстро и осторожно, просчитывая каждое действие на шаг вперед. Тем не менее, это не помогло ему скрыться от полиции. В настоящее время, по фактам, краж проводится досудебное расследование. Злоумышленник в ночное время проникал в здание путем отжатия пластикового окна. Тем самым нанес ущерб в 45 тысяч тенге. В ходе проведения УРМ был заключен и задержан ранее судимым по аналогичным преступлениям жителей областного центра. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по сайте 188, часть 2, уголовного конца Республики Казахстан. Задержанного грозит до 5 лет лишением свободы. Уголовные дела по кражам из торговых точек в производстве дознавателей встречаются нередко. В этом году таких фактов было больше 10. Сценарий у всех похожий. Под видом покупателей злоумышленники заходят в примерочную, снимают чип из товара, надевают несколько вещей и пытаются скрыться. В основном таких покупателей задерживают на выходе из торговых помещений. Тех, кому удается сбежать, как правило, быстро задерживают оперативники. Светлана Дроздецкая при содействии при службе областного департамента полиции.